Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли, тили-ли-ли-ли На последнем стриме мы подняли очень крутую тему. Я сейчас прочитаю комментарий под нашим стримом ответы на вопросы от 14.10.24. Про гештальт. Не просто ж так мы задели эту тему и подсветили её, как такой большой косяк в нашем обществе. Пришедший к нам из Европы на основе американизма еврейского происхождения. Будут им говорить прямо. Везде разработчики и психоанализа, и это. Итак, гештальт, зло. Спасибо, Наталья, что поднимаете эту тему. Раньше гештальт изучали несколько семинаров, неделю примерно. Теперь растянули на 8 лет. И всех психологов, молодых и не очень, затягивают в эту сеть. Большинство там потом сидят без развития, зато в сообществе. Так, видимо, менее страшно. И теперь, внимание, программа обучения гештальта. Первая ступень. 180 часов участия в группе, 6 встреч по 30 часов, или 8 встреч по 25 часов, или 9 встреч по 20 часов. Личная терапия 20 часов у аккредитованного терапевта ОПП гештальт-подход. Вторая ступень. Смотри, наука-дианетика, да? Угу. Чем-нибудь есть отличия? Угу. А трона Хаббард? Ну, ничем практически. Вторая ступень. 420 часов участия в группе, не менее 90 часов в супервизорских и не менее 180 тематических занятий. 14 встреч по 30 часов, или 18 встреч по 25 часов, или 21 встреча по 20 часов. 60 часов лекций по психиатрии для гештальт-терапевтов. 200 часов практикума в малой группе тройки. 50 встреч по 4 часа, каждая пятая встреча под супервизией аккредитованного супервизора. 180 часов участия в специализациях и или спецкурсах в сертификации. 180 часов участия в интенсивах, последовательно в группах клиентского опыта на интенсивах или шаттлах и затем в группах терапевтического опыта. 40 часов участия в конференции в качестве участника. 110 часов личной терапии в гештальт-подходе. 50 часов индивидуальной терапии у одного аккредитованного гештальт-терапевта. И 60 групповой терапии у аккредитованного гештальт-терапевта. Минимум 30 часов у одного. Очная форма прохождения индивидуальной терапии является предпочтительной. Не менее 1 треть обязательных часов индивидуальной терапии должна быть очной, офлайн. Возможны исключения в ту или иную сторону в сложных, нестандартных случаях на усмотрение руководителя программы. 50 часов супервизии, 20 часов индивидуальной супервизии и 30 часов групповой супервизии у аккредитованного гештальт-супервизора. 50 часов в собственной практике гештальт-терапии, под супервизией 3 случая работы с клиентами по 25 и 9, и 6 часов по 10 часов описания работы. Третья ступень. Смотри, люди живут гештальтом. Ты найди столько проблем, чтобы это все превосходить и обсуждать. Это целая жизнь. Вся жизнь. Вся жизнь. Вся жизнь в дерьме. И потом поговорим о психически здоровых людях. Мало того, полностью внимание в дерьме, в этом мире, в гештальте, в жизнь. И я вот просто, ты читаешь, а я настроена. А это напоминает червяков в почве. Да, да. А я настроена, и я понимаю, что сон, сон. Знаешь, гипноз такой, гипноз, уводящий вот в дерьмо, да. Третья ступень. 120 часов участия в группе, 14 встреч по 30 часов или 12 встреч по 40 часов. 200 часов практикума в малых интервизорских группах, 50 встреч по 4 часа. Да, ушло, ушло, ушло. Это подтверждается сертификатом участия в программах первого, второго и третьей ступени. И получается вранье в итоге, потому что психологу нужно на все это заработать. А значит, он будет сажать на абонемент своих клиентов и запутывать их и себя в уме бесконечно. Получается, паучья сеть с мухами. Четко, четко. Фу, очень четко. Сеть лжи и обмана. У человека нету столько травм. И вообще, понятие травма можно подставить под большой вопрос, если почитать книжку «Инфодайм счастья». А человека в говно. Внимание уведено в говно. И он света белого не видит. И поэтому это действительно жизнь червя. И он становится больным. Да, жизнь червя. Психически больным. А теперь смотрите. В этой болезни все психотерапевты, все до одного. Все психиатры, все до одного. И психологи. Я сказала, 80% на стриме, 99,9% за исключением нас, которые вырвались из этой сети и сказали «не-не-не». И стали птичками на самом деле. И стали птичками, изгоями. Потому что это все черви, которые просто обрезались, крылышки обрезались, и все глубже-глубже. Кто попадает в гештальт, в ловушку эту, да? А он обязан попасть. То есть ты помнишь, как это все идет, когда ты учишься в институте? Да. Тебя просто, ты туда должен пойти. А как ты туда не пойдешь? И когда ты говоришь, что это не входит в обязательную программу, ты изгой. Да, тебя прям лицом, лицом это мягко. Да не просто изгой, ты экзамены, у тебя есть осложнение при сдаче экзаменов, с пересдачей пойдешь. Это факт, который есть. Мало того, я помню преподавателя, который с этим экзаменом, там сразу на лице печалька. Ну, печалька. Ты помнишь, что она нам устроила под эту печальку? Да, я очень хорошо помню. Я тоже помню, я два раза экзамен сдавала. Я тоже очень хорошо помню, потому что там сразу на лице написано. Смотри, какая ловушка. Смотрите, какая ловушка. То есть увод человека от жизни, от счастья, от своей вот этой солнечной, свободной, красивой жизни уведено в говно. То есть вот просто засунут под землю, образно, кстати, под землю, да. Под землю. И червячок. Рептильный мир. Ты не можешь быть птичкой. Ты рождаешься птичкой? Нет, мы тебе крылышки обрежем. Ты будешь, как мы все, червячком, червячком. А теперь смотри, то, что я не хотела проговаривать вслух на стриме, но... Да здесь хочется. Да мне не очень хочется, но я хочу, чтобы все-таки в Беларуси разум включился. В Беларуси есть разум, и он включится, по-любому включится. Мы даже на создание сегодня пойдем, чтобы свет здесь загорелся, солнце, чтобы встало. Потому что, смотрите, вот эта сетка, вот эта гнилая сетка, она на самом деле основана на чем? Человек приходит, во-первых, первое, он вываливает, он выкручивает, даже выдумывает то, чего не было, ради того, чтобы получить эти часы и заработать деньги потом на тех клиентах, которых он будет обманывать. А это все фиксируется и складывается. И тогда приходят дети и высокопоставленных родителей, дорогие родители, и они рассказывают, какие родители у них козлы. Вы отправили ребенка в вуз, что он получит образование? Психолога, психотерапевта. Да и не только, ведь там же не только эти. Там вообще студентов с любых вузов вот так вот. Там не только психологи-психотерапевты в этой сети. Там просто человек плохо себя чувствовал, и я схожу к психологу. Психолог херяк и в эту тетку заволок. Все, я хожу, занимаюсь гештальтом. Вы спросите у своего ребенка, занимается он гештальтом или нет. А потом послушайте, что ребенок говорит и что идет под запись. Ну это ладно, одна тема. Он же там и выдумывает на вас, и все, что угодно. Он уходит в травм больше, больше, больше. Потом у него начинается депрессивное состояние. Он с ними через супервизию работает, работает. Ваши бабки текут, 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 текут. И компромат тоже течет, течет, течет. Но самое главное, эти люди становятся. У них же ответственность полностью вынесена уже в этой сети. Их мозги разложены по полочкам. Но эти полочки не ваши. Не ваши. И не их. У этих полочек есть хозяин. И потом вы хотите, чтобы на эти полочки не пришла команда? Не пришло управление, управляющий сигнал? Ну так вы глупые тогда. Но при этом вы уже все, вы уже не заметили, что вашей жизни нет. Все. Да? Уже нет вашей. Все, нет жизни. Да ладно, у этого человека нету жизни. Я говорю сейчас о безопасности. Безопасности масштаба стран. Это не масштаб семьи. Это масштаб стран. Это масштаб мирового масштаба идет. Ну да. А пультик не у вас. А вы на своей территории говорите ля-ля-ля. Это хорошо. И при этом психика ваших граждан разрушается. Вот в чем дело. И я понимаю, что мы сейчас нажили огромного врага. Но эту правду кому-то надо было сказать вслух. Чтобы у нас не было врагов. В моем мире врагов нет. В моем мире есть счастье. Даже если я осознаю, что это счастье вот такое вот кривое. Значит, кривизну надо исправить. И тогда двойка подгрузись, дорогая моя. Прямая работа. Настройся на этот мир. Просто на этот мир. Мир лжи, искривлений и обмана. Мир сеяния болезней. Рассадник вот этой грибницы. Червивой, гнилой и грязной. И поехали работать. Дезинфицирующими средствами. Против лома нет приема. Сознание создает все. Если оно создало это, то оно способно рассоздать. И посвети туда тоже. Выжги все, что там есть. И здесь придется пройти по сетям, как по метастазам. Потому что эти метастазы по всем континентам, по всем странам. Везде. Это хуже масонства. Если сказать, что... То это, конечно... Я не могу до сих пор, прикинь. Я еще... Не выжгу. Выжигай. Виск, прикинь. Это хуже религии. Религия разрушает меньше, чем эта терапия. И перекрывай. Переход туда. И потом чистым сознанием. И у тех, кто сейчас в этой паутине, у них в голове начнется просветление. Я что, совсем осел? Что я делаю? Зачем мне это? Зачем мне оговаривать своих родителей? Зачем мне оговаривать себя? Зачем мне придумывать себе болезни, травмы? Зачем мне обманывать клиентов? Это как глаза открываются. Это как глаза открываются. Да, просыпание. И потом солнце туда. Я сделала это, да. Солнце и счастье. Человек стремится к счастью. Как то растение, в которое семечко всходит, он стремится к солнцу. К счастью надо идти. А не от счастья бежать. В землю зарываться в говно. Превращать в навоз. Открыть глаза и увидеть солнце на самом деле. Увидеть счастье. А не навоз. Да. И это под носом. Вот под носом. Очевидно. И человек пропускает. Потому что это норма. Вот так мы не видим грязи у себя под носом. И так мы не видим болезней. Да, это чисто в виде сказка про голого короля на самом деле. Когда, знаешь, вот я так чувствую, что почему эта сеть существует до сих пор? Потому что каждый не хочет показать, что он не разбирается там. Или там, что, как это сказать? Что он попал в эту ловушку. То есть увидел эту ловушку. Или, как сказать, видит. А как же это? Даже я буду сумасшедшей, если я так скажу. И поэтому еще больше начинает закапываться. И закапывать всех. Так правильно. Когда он потратил кучу денег, у него первая работает жадность. Во-первых, надо отбить. А когда отбивает, ему надо обмануть клиентов. Это один момент. Второй момент. Вот действительно, вот это чувство, что я что, придурок? Я попал в эту сетку? Ну, я же не придурок. Значит, я докажу окружающим, что я умный. Значит, не надо сюда заволочь еще таких же. Хитрость включить и заволочь. Потому что иначе, ну как, где же надо себя, что я дурак, показать себя, что я дурак? Нет, я умный. Точно такая же схема работает. Вот это с дураком. Когда человек, например, поехал в какую-то страну, а эта страна в какую-то поездку. Эта поездка оказалась полным дерьмом за очень большое количество денег. А он поехал, потому что увидел там рекламу какую-то. Ему-то кто-то посоветовал. Точно так же. Обычно по советам в такое вот дерьмо попадаешь. И потом он приезжает и начинает расхваливаться. Я там был, там был. И ты вдруг загораешься, едешь туда и приезжаешь. Я вот так оказывалась. И оказываешься вот в таком дерьме. И ты понимаешь, ты бы сюда не поехал бы никогда в жизни. Если бы ты знал заранее, что здесь будет вот такая хренотень. Но тебе рассказывал человек, который вывалил за это кучу бабла. И ты тоже за это эту кучу вывалил. При этом тот человек лгал, как это круто. А ты понимаешь, у тебя есть выбор лгать, как это круто. Или сказать, блин, обосрался. Вот просто обосрался и все. Ну, потерял деньги, ладно. Но врать не буду. И сказать правду вот тогда это выход из ловушки. Да? Только правда, только искренность выход из ловушки. Да, да. И поэтому, когда сейчас, кстати, в интернете очень много, столько лжи льется. Там реклам каких-нибудь чистящих средств, да? Или там что-нибудь еще. И каждый извращается, лишь бы только выделиться, выделиться. И такое... Или рецептов каких-то, да? И прям главное, чтобы вот выделиться. Вот это такая же ложь. Запутывание. Как, знаете, как муха попала в сеть и начинает трепыхаться, еще больше обрастать, еще больше липнуть в этих сетях. Давай завершим работу. Как мы прочувствуем и как мы увидим результаты нашей работы? Блин, опять вот. Туда солнышко и наш значок. Угу. У нас солнышко в значке. У нас счастье в значке. Обязательно. Солнышко и счастье. Обязательный атрибут инфодайм. Человек должен быть счастливым. И счастье, оно не там где-то, оно вот здесь. С вилочкой. Знаете, как что? Вот как мы видим. Опять-таки, Наташа, именно так. Как если бы вдруг мы видели, ну, образом скажу, видели бы землю плодородную, и вдруг как будто из-под земли поднялась металл, да? И мы видим мертвую землю. Ну, мертвый металл. Плиты мертвые. Вот такое, знаешь, как... Кстати, мне когда сейчас вот шло вот это, да? Как ящик Пандоры скроется. Пойдут развенчания, обмана. Развенчания. Точно так же, как и с религией. Ящик Пандоры. Да, да. Уже, кстати, по религии уже идет. Это создание весеннее наше. Да, да, да. Он уже работает. Прям вот... Прям вообще... И науки создания уже... Уже работает, да. Когда британских ученых уже по ветру пустили. Уже как только фраза британских ученых. Не прошло и полгода, а люди уже ржут. Вот у меня сейчас Андоры встает. Вот у меня сейчас дошло. То есть это... Это огромный пласт вообще вскроется. Угу. И это прекрасно. Потому что каждый, кто участвовал в этой сети, должен отвечать за свою деятельность. И за причиненный вред здоровью окружающих. Потому что окружающим причинялся вред. Вот не только окружающим. Это, кстати, безопасность на уровне государства. Господа. Фу. Все-таки мы сказали вслух то, чего мы не хотели говорить. И привлекли то внимание, которое мы не хотели привлекать. Но, ребята, правда есть правда. В конце концов, мы живем на земле богов. Кто-то должен убрать дерьмо? Должен. Разум здесь есть? Есть. Так давайте объединимся, уберем дерьмо вместе, чтобы оно не портило, не тухло нашу землю, не засоряло нашу землю. А земля продолжала оставаться землей богов, землей белых людей, землей чистых людей, землей искренних людей и землей здоровых людей. Здоровых на голову. Да. И это как в той сказке про голого короля. Чистый, искренний ребенок произнес то, что видит. И это правда. Да, будет так. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий. Дмитрий. Субтитры сделал DimaTorzok